Я всех приветствую на своем канале Винфам и Винфам и с вами Лена. В этом видео мне бы хотелось вам показать нашу весну и конечно же мое любимое дерево, это дерево магнолий. Оно действительно просто неописуемо красиво и имеет некую такую вот эфемерную красоту, которая очень быстро проходит, потому что это дерево очень быстро цветает. Но сама красота вот этих вот цветов, она действительно просто ожеломляющая. И каждый раз, когда я вижу это дерево, просто во мне возникают некие бурные эмоции. Вот она красавица весна. Также хотела бы вам сделать маленькую прогулку по нашему району. Помните, я в прошлый раз вам показывала, был еще снег, прогулку по северному району в основном, да это уже южная часть. Как видите, просто огромное количество цветов, всевозможных цветов и также птички. Кстати, вот это вот именно птичка, которая нас постоянно бродит по утрам, вреднючая, но причем именно в 5 утра. Здесь довольно много красивых домов, причем хочу обратить ваше внимание на задний план, где... Ну, там же районе, в принципе, находятся и немагоскребы. Тему небоскребов я раскрою в следующий раз или в одном из видео, потому что небоскребы Франкфурта, они действительно знамениты. И вот это вот здание во времена его постройки, оно было самым высоким в Европе. Конечно, сейчас уже существуют другие небоскребы, которые выше, но вот именно на то время, по-моему, это был 86-й год, оно было довольно знаменитым и остается, в принципе. А вот и главная дорога, видите, район просто в центре города, и там тишина и цветочки, птички, а здесь уже вот главная дорога. Такой вот интересный велосипед для туристов. Если заходите, вдруг увидит город, то вот именно с помощью этого велосипеда и водителя его можно посмотреть. Да, красивый довольно вот фонтанчик такой, журчит вода, и когда включают фонтаны, нам дают знать о том, что вот она весна, и вскоре уже наступит лето, хотя весна нас заставила ждать. Мы сейчас находимся рядом с ботаническим садом, в сам сад мы не пойдем, я уже когда-то, по-моему, снимала там видео, если что, оставлю аутфит этого видео. И рядом здесь все такие уточки, природа и прекраснейший вид. Хотя это все еще город, то есть это еще не ботанический сад, а рядом с ним, вернее, у его входа. Они вот довольно долго что-то тут строили. А вот мы тут смотрим виллу. Нет, не подумайте, не для нас, это просто дом, который, вернее, сама действительно вилла, которую сейчас один из банков приобрел. А здесь что только не было, и они сделали некоторую историческую выставку о том, что вообще с этой виллой происходило все это время, когда она была построена. Кому принадлежала, ведь здесь, вы даже не представите себе, но был и ресторан, и даже дискотека. Вилла действительно просто прекраснейшая, и просто там и потолки, и лепка, но она очень сильно пострадала. Им сейчас будут заниматься и восстанавливать. Мне довольно приятно, что можно просто прийти и посетить, посмотреть вообще историю этого дома. Особенно мне очень понравилась вот именно вот эта вот мозаика. При свете она просто превосходно отсвечивает свет, переливается. К сожалению, видео этого, конечно же, всей красоты не передает, но хотя бы какую-то ее часть. Самое, что интересно, что вот сейчас мы из окна увидим здание, которое купил, по-моему, этот же банк, но предоставила как бы музей искусств его. И рядом, не рядом, а именно в этом соседнем здании находится граффити-академия. И мы как раз видели там людей, которые приходят и учатся делать граффити. Они также разрисовали сам дом, добавили некоторых таких ярких красок к городу. По-моему, вообще здорово вот на улице увидеть такие вот граффити. Что ж, на этом у меня все. Большое вам спасибо за внимание. Надеюсь, что эта коротенькая прогулочка вам понравилась. Я буду стараться снимать дальше вам, делать всевозможные экскурсии и, конечно, их выставлять. Буду благодарна вам за лайки и подписку на мой канал. И буду рада, конечно же, вас видеть у себя в гостях вновь. Я, в свою очередь, потихоньку уже начала снимать видео о небоскребах. Что ж, приятного вам дня и до следующих встреч. Всем пока!